Ого! Всех приветствую! Сегодня я вам расскажу про вторичное оружие Сикром Дагмат. Довольно-таки хороший такой пистолет, на сбои себя более-менее нормально показывает. Большой плюс пистолета в том, что патроны у него фактически бесконечные. Через секунду после того, как мы перестаем стрелять по врагу, патроны у нас перезаряжаются довольно-таки быстрым образом. Очень здоровская механика с бесконечными патронами, она мне нравится просто на ура. Давайте дождемся какого-нибудь ключика, например, вот. Пойдем, призовем демолиста и посмотрим, как пистолиц с ними справится. Скорее всего, он выйдет с той стороны, так как частенько отсюда вылазил. Есть кто-нибудь? Нету никого. Примерно запоминаем, с каких сторон выходят демолисты. И чаще всего они выходят с от них и тех же сторон. Скоростной. А вот против этого, конечно, стрелять себя показывает очень слабенько. Стрелять ровно в голову. А вот в голову вивает просто шикарно. Плюс там были стаки огня в большом количестве. Роботы умирают так же хорошо. Не. Да, я даже скажу, что все виды врагов умирают замечательно. Кроме послушников сталкера. Вот против них оружие не очень себя покажет. Почему? Потому что оружие хорошо себя показывает на тех врагах, на ком можно настакать. Стаки огня. Статус огня хорошо сжигает врагов. А на микросталкерах статус огня не настакаешь. Там будет всего лишь 4 стака плюс-минус. Ну-ка. Эксимус мешается. Ага, где-то вот тут. Жим. Стеляем в голову. Броня падает. Чуть-чуть отойдем. Еще раз свяжем. Ну и, собственно, он просто догорел. Миллион семьсот тик огня. Вполне себе. Играбельно. Почему бы и нет. Жестокость. Ну давайте посмотрим. Ах, жестокость где-то там. С... Одним из союзников. Вот он, вот он, вот он. Давай. Не дали добить. Ну я мое. Ну ладно, мы сейчас пойдем на выход. Раунд был довольно-таки долгий. Первые 30 раундов пролетели моментально быстро. Далее было уже долго. Давайте добиваем жестокость. Выбираем всякую мелочные ресурсы. И идем на выход. Три часа простояли. Конечно, уже подустали немножечко. Пойдем на выход. Надеюсь, наш тиммейт поймет без лишних. Напоминание об этом. Как бы 49 раунд сбоя на остальном пути. Это как бы и хорошо. Но есть предел объемом времени для игры. Седна. Локация Каппа. Пооткрывали мы реликов. Немножечко всяких ресурсов. Кстати, Акси очень много повыпадало здесь. Немножко нео также. Стали. Ну и всякой мелочи. Обязательно поблагодарить за пати. Отпускаем щаточка. Покажу, что использовал я. В данный момент. Хоть у меня и были оружие ближнего боя, я его все равно не использовал. Было оружие основное, но я его также не использовал. Ревенант использовался через осколки на скорость применения. Также изумрудный осколок на увеличение количества максимального стаков коррозии для снятия брони, собственно. Опять-таки, панцирная вульпофила. Усиленная связь, цепкая связь дают нам отличные бонусы. И чтобы они работали, к ним моды укус и просчитанное перенаправление. Секрон Дагмат. Секрон Дагмат хорошо себя показывает через билд Коррозия с огнем. Коррозия для снятия брони. Ну и очень универсальный тип урона. По многим фракциям хорошо бьет. А вот огонь абсолютный универсальный тип. Статусного урона по всем врагам. Шикарно дамажит всех. Особенно, когда очень быстрым образом можно настакивать большое количество статусов огня. За сотню стаков сделаешь. А когда к этому моменту броня спадает с врага, там тик под миллион семьсот. Даже был заметен в один момент. Так вот, я использую мерзкое прицеливание. Дробитель. Три гарнизированных мода. Кстати, все хорошо работают, кроме перекрестия. Перекрестия я не рекомендую. Перекрестия можете заменить на ударосы. Ну или любой другой мод. Кому как удобно. Собственно, перекрестия здесь не обязательно. Перекрестия нужны только для тех, кто играет через хедшоты. Тряска нужна здесь для повышения шанса статуса и появления статуса коррозии через мод разлома. В моде разлома у меня есть урон токсином. Благодаря тряске появляется у нас коррозия. Также в моде разлома крит урон и пронзание на вылет. Крит урон это здорово. Пронзание на вылет очень приятно в этом пистолете. Горячий заряд для общего объема урона огня, чтобы статус огня навешивался гораздо чаще, чем коррозия. Разрушительное растяжение, длина буча. Ну с этим все и так понятно. Вспышка каскаде для объема урона. Давайте еще раз посмотрим в обычной симуляции, как себя этот пистолет покажет. Собственно, игроки взаимно уважают в игре. Здесь мне очень это нравится. Выражают свою благодарность за хорошую игру. Зайдем в эту комнату. Симулируем стандартных врагов на стальном пути 190 уровня. И посмотрим, как себя покажет этот пистолет. Допустим, начнем с легких врагов. Это будут древние. Стреляем в голову. Стреляя по древним, ближайшие враги умирают. Давайте постреляем с небольшого расстояния. Чтобы было чуть-чуть визуальнее и удобно. Собственно, умерли все. Даже упасть не успел. Пулеметчица. Эксимус пулеметчица. Ну, собственно, о чем я? Зачем это показывать, когда я показал, что на десятитысячных убивает? Правда ведь? Шикарный пистолет. Пользуйтесь. Вообще он здоровский. Мне прям понравился. Каждому рекомендую взять этот пистолет, прокачать его на максимум. Хотя, я в данный момент не вижу смысла его качать на максимум. Он и так уничтожает все. Уверен в том, что даже если я уберу этот мотор-разлома, он все равно будет убивать всех, если мотор-разлома заменить на чумной пистолет. Даже так, этот пистолет будет убивать абсолютно все. Притом, статусы будут накладываться гораздо быстрее. Разве что крит будет слабее. Крит урон, точнее. Ну, суть вы поняли. Рекомендую пистолет. Всем. Ну, дополяризовать его придется, чтобы левел был сороковой. Чтоб у пранк икс пошла. Маленький пистолет, а какой вы дальненький, ё-моё. Кстати, есть скины. Почему бы и не воспользоваться? Кстати, хороший скин. Сон-состояние. Скин День мертвых тоже более-менее нормальный, разве что перекрасить. Возьмем, скопируем цвета. И готово. Пистолет отличный. Пользуйтесь. На сбои, как минимум, точно себя хорошо покажет. Если ты досмотрел до конца, напиши. Привет.